девочки мальчики приветствую вас на втором канале нейроведьмы после перерыва потому что у нас было большое количество проработок и психологических и ментальных и всяких какие хотите в ассортименте и вот и нам действительно нужно было время до чтобы информация все как-то устаканилась трансформировалась до что-то там вылилось уже в какие-то действия поэтому это было необходимо но мы снова с вами встречаемся я надеюсь что энергии сейчас поменяется у нас тема расклада что мешает моему счастью хочу делать изначально расклад универсальный для мужчин для женщин мы посмотрим как она там получится потому что изначально я не настраиваюсь на то что я заточу ну так называется до расклад то есть я буду делать расклад опираясь именно на то что там все проблемы в жизни именно потому что там чего-то пингвин нет ни в коем случае вот хочется посмотреть мне все-таки обширно да что мешает часть у кого-то страх успеха да у кого-то просто там плохой характер да ну всякие моменты вот то что мы вскроем не естественно конечно же изначально непонятно буду работать в потоковом состоянии три варианта для вас делаю первый зеленый 2 непривычно слушайте представьте что говорю первый зеленый первый синий по моему камешку лазурит называется но могу ошибаться синий зеленый и соответственно фиолетовый синий зеленый фиолетовый боже как непривычно и как я надеюсь что у нас энергии с вами поменяется наконец-то наконец-то но хорошо буду переходить уже непосредственно к самим раскладом и спасибо всем тем кто финансово поддерживает канал ты безусловно приятно получать обратную связь за свою работу большое большое вам спасибо и человеческое и нейроведьминское и всякое эзотерическое это высших сил и дай бог вам здоровья и мужа хорошего закрепленный комментарий под этим видео даст понимание вашего тайм-кода видите камешки другие положила все энергии меняются хаотичные такие хаотичные давайте смотреть синий зеленый фиолетовый ну привет привет мои синенькие кстати знаете что южный сленг на на юге баклажаны называют синенькими привет мои баклажанчики баклажанчики вы мои так давайте мы посмотрим что на жизнь то сейчас происходит посмотрим на веканском оракуле небольшая диагностика чтобы вы понимали вот насколько выстроена наша дорога из желтого кирпича в изумрудный город насколько открыты наши порталы в понимании себя так сейчас какая энергия нас преобладает давайте буквально по одной карте энергия которая преобладает слушайте вот не зря наверное поменяли мы камешки на вот и нам говорят что нас преобладает энергия гибкости это конечно прекрасно а это может быть у вас сигнифицировать как водный знак зодиака как эмоции к гибкость как кубковость водолейность рыбность и прочие моменты да это когда если серьезные проблемы в жизни мы уходим на дно выжидаем дам у море погоды всплываем чтобы подышать воздухом к солнышку и обратно на дно до на такие моменты но здесь прямая позиция говорит о том что вы научились видимо приспосабливаться до приспосабливаться и к миру и к людям и к себе да и может быть вы даже несколько манипулятивная личность потому что вы не просто так подстраиваетесь вы подстраиваетесь собственной выгодой и карта которая лежит абсолютно случайно на дне колода мне об этом говорит потому что по сути это вот карта когда сбывается желание когда вы прислушиваетесь когда вы допустим эмпатичны достаточно самое главное да что гибкий гибкий то у нас человечек вы так давайте смотреть давайте черты характер характера которые вам мешают вот таким образом мы своим построим расклад сначала посмотрим черты характера но опять карт нам хватит на проявление ваших скелетов шкафы ну знаете с одной стороны быть вкусной рыбкой это конечно прекрасно да с другой стороны а это говорит еще о том что вы старайтесь не лезть на рожон да вы с одной стороны это не не всегда про то что я не беру ответственность это именно про то что я больше серый кардинал то есть я шашка на голову махать не буду я вот отойду в сторонку понаблюдаю да пусть они там передерутся вообще без меня вот а я потом буду с победителями вот как бы такой момент потому что здесь прям показывает что вы с одной той стороны не принимаете решение это к мнительной личности это тоже не есть хорошо вот а с другой стороны просто показывает что вы так выживаете ну по честному да вы так выживаете прекрасный синхрон у нас с вами потому что я только что говорила про карту серого кардинала все-таки да здесь нам ее показывают на не знаю меня вот прям такой эквивалент что это все-таки больше серый кардинал нежели тот кто там достаточно импульсивно и резко действует вы сначала выжидаете почему это плохо иногда конечно не всегда почему иногда это плохо иногда это плохо потому что вы профукиваете свои шансы вы слишком долго наворачиваете 20 кругов перед стартом потом такая ой все уже не надо да и ушла вот в таком моменте это те прекрасные девочки которые там допустим в интернет-магазине два часа могу там выбирать платье вот и так и по сути ничего не купить почему это плохо потому что по сути действие то уже как бы произошло да то есть энергия действия и вы вроде как его совершили а результата нет а по факту действия вроде как совершилась энергия ушла на это да а новая не пришла понимаете о чем говорю то есть это просто происходит имитация вот это имитация вот состояние имитации живете прям очень долгое время и со стороны может показаться что у вас очень насыщенная жизнь там допустим всякие зависимые отношения до куча проектов которые находятся в начальной стадии все никак не могут быть реализованы я такое состояние жизни называют и и ибд до имитацию бурной деятельности ибд и вот в этом состоянии вы можете быть долгое время и когда люди вам говорят о том да ты ж ничего не делаешь что в этом беситесь потому что как я вот это делаю вот это делаю вот это делаю а по сути это очень напоминает когда украинский анекдот да когда спрашивают горно хлопца там что одно яблочко там съешь он такой зим до 2 зим там а вагон яблок горит зим грида как же ты стою столько грите ешь это же горит много говорит ну вот что смогу сием горит остальное под надкусываю ну простите девочка с украины то что я не восприживают забожу ваш прекрасный акцент правильно хотя я обожаю украинский язык это что-то для меня певучие сумасшедшие красивые да я вообще кайфуют разных языков очень люблю певучесть к литературно рамянской кстати очень люблю так сказала видимо будет смотреть мне так но по поводу певучести наверное это тоже несколько ваша история потому что здесь плавная энергия смотрите несмотря на плавные энергии у нас наш 15 арканта да он подстрекатель он подстрекатель и он как раз нам позволяет выйти из зоны комфорта и мы сейчас будем смотреть почему это плохо потому что все-таки наша задача посмотреть что же нам мешает до вычисливым вот мешает бесчисливыми отсутствие баланса опять с одной стороны мы решение не принимаем дамы со стороны наблюдаем другой стороны мы подстрекать и то есть это прекрасные люди такие которые там говорят о слабо и такие все остальные люди не 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 слабо и они там что-то передрались там с крыши попрыгали и так далее понимаете вы стоите за стороны и наблюдаете думать а те говорят а ты чё не прыгнула таки а я чё дурак что ли на вот в таком плане да я же не дурачок пусть собственно хоть убивает душем к друга а я за этим всем наблюдать будут перед там да вы вызываете такое ощущение что вы лидеры да вы можете зажечь там своей речью при этом я не могу сказать что вы как-то говорить громко отрывистого скорее всего вкручивая такой голос новый реально очень много воды выпить можете хорошо кстати по вот этой позиции стихи читать рэпчик там у кого что у кого-то мужчины подсаживаются на голос да потому что есть какой-то магнетизм вас то есть какая-то такая харизма при этом это не пробивная какая-то да такая что я как амазонка врываюсь а вот опасная личность потому что вы раскрываетесь именно в процессе общения не знаю хорошо это или плохо многие из вас реально неприметные до до тех пор пока не откроют рот вы простите мой сарказм с вами могут общаться люди знаете как совершенно случайно например если вы там ведете социальные сети достаточно ярко выражаетесь с вами хотят дружить да то есть вот как тут обволакивается и при этом да реально это у дьявол его плоти потому что это же еще про некую манипуляцию понимаете вот здесь в чем самая главная сложность хотя я бы с вами дружила по первому варианта если вы конечно много не манипулировали знаете там недоверенно жалость мне и так далее потому что я таких людей отсекаю сразу почему дружила бы потому что я понимаю это насколько вы классно сколько вы хитрые стратеги до что с вами действительно не забалуешь то есть вы такие прекрасные подружки которые могут успокоить опять же свою подружку если бросил парень и серии да там а давай отомстим этому козлу и вот давай позвоним бывшему и у нас у вас там что-то с ним произойдет а вы потом фоточки скинете да то есть они импульсные истории нет ни в коем случае вы как раз та подруга которая говорит там спокойно месть это блюдо которые едят холодным и разрабатывая такой план барбароса понимаете что там уже никому просто даже не снилось вы очень четко считываете людей и это опять же знаете может мешать вашему счастью потому что грустно жить когда ты людей видишь насквозь и они тебя ничем не впечатляют не удивляет здесь крайне сложно находить коммуникации с мужчинами потому что вы не даете им поблажки когда они хотят нафантазировать там ли еще что-то то есть вы видите все эти многоходовочки да и вам даже прям не всегда интересно то есть вам интересно если вы понимаете что вы включаетесь в эти правила игры да он это им он играет там ну ладно там я тоже в таком как бы ключе в чем еще сложность до таких черт характера в том что вам крайне сложно руководить людьми именно когда вы стоите знаете на сцене и прямо диктуете политику там крупного большого начальника вот вы такой человек знаете которых нужно прям внедрять в коллективы для того чтобы коллективы эти либо рассорить между собой либо соответственно сдружить их до такой психологический климат то есть вы можете это это такой достаточно гибкий человек я хотел сказать что вы больше миротворец нежели тот кто разжигает войну в чем минусы вы действительно можете во что-то заиграться и давать людям бесконечные 2 и 22 и там 23 шанса не отдавая себе отчет в том что ситуация может повториться я не знаю зачем вы так делаете у меня даже просто логического объяснения нет но здесь по первой позиции люди могут простить к себе неуважительное отношение да если они уверены в что человек изменился и это настолько интересная самооценка здесь люди по первому варианту понимаете свято как бы верит в то что к ним хорошо относится на дружка мне невозможно относиться нехорошо но вы что это же я самое такое знаете что раздражает вас людей это то что вы считаете себя самыми умными а самые умные люди они же контролеры правда то есть почему человек считается самым умным потому что ему кажется что он контролирует все процессы и вот опять почему вышли с одной стороны это мы гибкие да но мы больше подстраиваемся под других людей а что касается коннекта с собой то мы контролеры мы контролеры мы должны контролировать все процессы и это тоже мешает счастью большое количество контроля тут понимаете ваша гибкость она ролевая потому что она именно по отношению к людям понимаете вы тут там подстраивайтесь там миротворец какой-то и тогда и для чего для того чтобы люди просто не лезли вашу зону комфорт у вас есть она определенная вы не хотите чтобы ее нарушали и поэтому вы выстраиваете процессы коммуникации с людьми таким образом до чтобы там личные границы соответственно ваши не переступали при этом показаться всем хорошим все таки да вот здесь вот опять у нас идет что мешает счастью до что мы пытаемся быть всем хорошим и вам тут хотят сказать что вполне возможно что твой сценарий общения с людьми раньше было результативным но нет тут надо что-то менять потому что это тебе точно и счастье не приносит посмотрите нам прям показывает что переворачивается до тройка пентаклей эта карта результат это карта результата и здесь скорее всего вы достаточно давно уже находитесь в этой позиции и она становится скучно здесь нужно экстренно даже что-то менять хорошо будут у нас какие-то рекомендации для вас давайте какие черты характера помогают вашему счастью такие ваши стороны личности помогает вашему счастью ну опять же хорошая такая карта даже в перевернутой позиции потому что она говорит что вы долго не залипаете да то есть поскольку вы контролер вы достаточно быстро можете негативные процессы разрушающие ваш в том числе там зависимые отношения да вы очень логично выстраиваете цепочку событий до цепочку мысли таким образом чтобы освободиться всех этих ментальных привязок да и зависимости и так далее здесь вот в этом плане это хорошая карта которая говорит что но воспоминаний до никаких то есть вы сильно не залипаете знаете вы наверное относитесь тому типу людей которые после расставаний резко как-то сказать вырывает все с корнем каким образом да не ограничивают но все то что он и может напоминать о человеке да там пошли одежду там его сожгли там все фоточки удалили до запрещаете слушать себе там какие-то грустные песенки там ну в таком ключе не смотрите там мелодрамы ну вот совсем до чтобы чтобы ваши эмоции они никоим образом не шелохнулись да то есть вы прям все как как тут сам понимаете вытравили все радикально достаточно да и на самом деле это бы удивительные удивительные ваши свойства ваш знаете такая скил наверное суперспособность психологическая потому что учитывая что то качество которое вам мешает что вы можете рассусоливать и достаточно долго принимать решение какие-то бытовых вопросов до сердечных вопросах в очень быстро мобилизуетесь не записаете не залипаете может отсекаете как-то прошлое не варитесь в общем нем и это достаточно положительно еще какие черты характера вам помогает но знаете вот может говорили что не будем про мужчина хотя нам показывает кубкова короля давай здесь я скажу что это про творчество все-таки про творчество про эмпатию про тонкую душевную организацию да то есть это те качества которые помогают вам стать счастливым быть счастливым а почему потому что вы можете очень тонко чувствовать этот мир и и те процессы которые в нем происходят знаете есть те люди которым действительно нужно страдать для того чтобы рождалось творчество и для таких людей зависимые отношения там до страдания это некая муза до которая помогает творить вот вам еще песен ребус давно их не было но это кто с самого начала на моем канале зная до что я периодически там говорю фразами из песен так вот смотрите есть такая чтобы писать полотна я должен быть голодным я должен быть один да и это как раз про тех людей и про вас соответственно которые искусственно создают себе такую знаете зону дискомфорта потому что им кажется что у них есть эмоции они живы понимаете вам нужно постоянно эмоционировать вы себя проявляете достаточно ярко через творчество я не знаю может быть кто-то у кратко пишет стихи почему говорю кратко то что сейчас это не модно да но при этом у меня четкое ощущение этого задавленного творчества понимаете она дает вам ощущение счастья дает вам ощущение вот какой-то парень яда состояние парения это как флотинг когда ты в полной темноте те качает на соленой воде и здесь самое главное не контролировать процессы потому что контроль будет рождать монстров понимаете но в темноте ты лежишь полную там фактически депривация да вот или состояние парение не за может вам снилось что вы летаете да просто вот так вот руки кладете да на ней невидимую опору воздуха и парите без резких движений вот творчество вам дает вот это ощущение вам постоянно знаете нужно подпитываться что дает вам ощущение счастья но все-таки наверное это прикосновение к искусству это атмосферные вещи это не знаю посещение там допустим выставок да вот что-то такое знаете то что вот незримо вам дает прикоснуться к чему-то такому эстетически важному для вас поэтому у вас могут быть необычные профессии потому что эти профессии действительно вас как-то вдохновляют насчет театра я не знаю потому что это такой как бы двоякий момент но в чем-то единички могут быть театральными актерами актрисами потому что тем самым мы проживаем те эмоции да тут спектр эмоций который мы хотели бы испытывать а нам не на ком тренироваться и это те люди которые могут придумывать себе несуществующие отношения это когда человеком познакомился не совсем еще то не понимаешь на ты уже накрутил там уже мысленно детей там нарожали до девочки или мужчины уже замуж позвали есть такое по единичкам мы такое любим я стараюсь читать в потоке поэтому говорю мы какой все-таки у вас интересный характер потому что с одной стороны вам контроль мешает да с другой стороны все-таки контроль помогает до перевернутый туз чашу говорит о том что вы действительно можете отказаться от любви и если вы понимаете что она зависимая на энергозатратная она абсолютно для вас не ресурсная то есть вы можете можете найти уходить стагнации в эту спячку да и при этом не выбрасывать эту любовь понимаете своего сердца хотя бы достаточно быстро можете все эти привязки там отрубать и так далее да а именно знаете как в энергосберегающем режиме хранить внутри и это единственное что например может вас поддерживать до жизнь как бы вас когда там ничего не происходит что вам очень важно чтобы что-то происходило смотрите если а у вас ничего не происходит вы что делаете вы погружаете свои воспоминания вытаскиваете какие-то очень яркие ресурсные события да и через вот эти воспоминания до включайте эмоции понятно да как это происходит поэтому здесь достаточно часто люди живут в прошлом особенно если в прошлом были яркие эмоции а сейчас там стагнация болото ли еще что-то тоже конечно мешает часть потому что а в этот момент мы не живем здесь и сейчас что помогает вашему счастью так интересно карта луны но это скорее всего погруженность в себя да то есть это ваше ресурсное состояние парения погруженности в себя да то есть с пингвинами мы конечно можем шутить что это болотная спа но вам же тоже там приятно да в такой теплой водичке вот о чем это еще это именно про самопознание про внутренние процессы про самоанализ а есть люди которые там допустим себя погружаются крайне неохотно она говорит ну чё за тягомотина то вот это вы прям знаете ныряете как в теплую водичку вам достаточно ресурсным себе там покопаться в людях покопаться да то есть вот этот самоанализ а вот эта внутренняя луна действие внутреннее такое отшельничество да как это сказать блуждание по лабиринтам разума да действительно приносит вам счастье но вам почему-то кажется что это опять же не ресурсное состояние да что так большинство людей не живут потому что если слишком по группу погружаться в луну будут люди тебе считать не от мира сего поэтому смотрите что вы делаете поэтому вот вы начинаете рубить все эти воспоминания да все эти свои порталы в нарнию вот как бы и уходить жесткое чувство вот этого контроля что еще помогает вашему счастью вашему счастью еще помогают знаете некие нарушения сценария да то есть есть у вас определенный сценарий жизни определенный сценарий отношений вы скорее всего его знаете да и здесь этот сценарий действительно мешает вам быть счастливыми знаете некоторым сценарий помогают быть счастливыми людьми потому что них возвращая до в состоянии счастья а здесь вам мешает вот ваш такой цикличный сценарий сейчас посмотрю с чем связан может быть это травма до детская с чем связан с какими эмоциями чувствуемся сценарий это сценарий каких-то детских страхов все-таки это страх отвергнутости страх брошенности мне проще уйти самому чтобы не ушли от меня в таком ключе у меня сейчас нет желания глубоко погружаться и как-то давить вам на больные мозольки до чтобы потом вы не говорили о том что я делаю это специально там с вами нет детские травмы безусловно да вы привязывайтесь к людям привязывайтесь к людям и они вас оставляют это действительно мешает вашему счастью потому что вы понимаете что по сути к людям не надо привязываться да и вы зададите мне вопрос вообще как же любовь неужели я никогда не буду любить потому что есть ощущение да что у вас отнимает все то к чему вы привязываетесь вы контролируете эти эмоции просто чтобы не потерять человека вещь какой-то радостный мозг вашей жизни есть такое да что за счастье нужно платить или мое счастье делает несчастным других людей вот какие-то такие интересные установки с которыми конечно надо бы поработать потому что это не что иное как просто последствия какого-то негативного события вашей жизни знаете когда вы порадовались и этим сделали там кому-то больно это опять же да по аналогии с победой потому что всегда есть победитель всегда есть проигравший да то есть получается что ваше счастье это ваша победа вы победить или вы радуетесь но при этом вы смотрите на человека который проиграл да и понимаете что ваше счастье доставляет ему неприятности и вы снимаете себя заслуженные медали и говорите, что ладно, тебе победа нужнее, чем мне. Есть у вас вот это, да, такой страх рисковать, потому что другим людям победа важнее, чем вам. Вы говорите, да не пойду я никогда по головам. А по сути же ваше счастье быть победителем. А вы себе прям не позволяете эту эмоцию, потому что эта эмоция, она причиняет, ну и вам боль получается, и окружающим, да, тех, у кого вы победили. Знаете, это иногда отыгрывается в отношениях, ну неважно, это партнерские отношения, там, друзья. Когда мы отпускаем людей и говорим о том, что ну да, ты ушел в более достойную компанию, к более достойной женщине, более достойному мужчине. Ну то есть если ты ушел, значит там тебе лучше. И получается, что кто-то победил, а мы проиграли. И по сути ваше внутреннее несчастье, знаете, как это жить жизнью лузера. А единички очень часто предпочитают такую жизнь, потому что это определённая, знаете, зона комфорта. Ну все эмоции контролируются. Можно уходить периодически в себя, да, там, глушить свои воспоминания чем-либо в луну. Что вам нужно сделать, чтобы приблизиться к своему счастью? Ну это вот опять же у нас по восьмерке чаш, да. Выбросить негатив из головы. Тут всё через голову, понимаете, здесь очень много контроля, здесь очень много изначально негативных сценариев, да. То есть изначально я проиграл. Вы-то, конечно, звезда, безусловно. Но когда звезда не светит, или когда она светит тускло, или когда она заболела, когда она не прижилась на небе, а она же, получается, лишена-то своей природы. Такая, знаете, эгоистичная всё-таки звёздочка-то. Непонятно, что куда светит. А вам говорят, выходите в состояние самодостаточности. Потому что за всеми вот этими лунными моментами, да, здесь прячутся больше детские травмы. Это больше маленькая девочка, нежели взрослая женщина. И, соответственно, если мужчина меня смотрит, это больше маленький мальчик, да, нежели взрослый мужчина. Но императрица здесь ещё может быть, конечно, мужская ипостась, потому что я больше энергии рассматриваю, нежели фигуру, да, изображённую. Да, и вот тогда говорят, что у вас всё будет хорошо. Тогда всё будет хорошо. Смотрите, тогда у нас сразу ослик починился, да, был поломанный. Вот здесь вот, да, а здесь он показывает, что всё. Бензином залили нашего ослика, всё, поехали к себе, к своему счастью. Ну и вот тогда у вас картина мира сложится совсем другим образом. Просто, понимаете, вы в каком-то вечном поиске стабильности. И вот как только вы эту стабильность найдёте, вы же примите, знаете, свою внутреннюю зрелость, а вы пока её не принимаете. Сами себя наказываете, да, вы сами себе контролёр, получается, вы взрослый человек одновременно, да, и маленький ребёнок. И вот взрослый человек, получается, вас наказывает, ваш внутренний там кто, цензор, да, наказывает деньгами, да, там отсутствием счастливой личной жизни, отсутствием счастья, потому что есть ещё ощущение, что я это счастье не заслужил. Да всё вы давно заслужили, это просто всё в голове, ваши ограничения, они все в голове. Вы почему-то считаете, что если вы счастливы, да, то окружающим вот этого плохо. Это, знаете, до дурного доходит, до какой-то паранойи, да, что бывает люди не радуются громко, а чтобы не завидовали, да, счастье любит тишину. Или, допустим, не радуются громко, потому что они понимают, что сейчас им хорошо, а дети в Африке голодают, понимаете, вот постоянно ты идёшь в каком-то таком сравнении. Для чего? Для того, чтобы снизить важность момента, да, снизить важность этой радости. Вот в таком ключе. И тут можно раскручивать бесконечно. Обратите внимание на то, как вы просите подарки, да, как у вас вот этот торг, искра, буря, безумие вообще, да, 5 стадий принятия, гнев там и так далее. Может, я там сама там себе я там что-то куплю или там сам что-то пойду, да. Вот. И посмотрите, понаблюдайте вообще, насколько вы эмоционируете, когда вы какой-то сюрприз, какой-то ништячок приятный получаете от людей, от мира и так далее, да. Есть же ощущение, что вы сдерживаете свои эмоции достаточно ярко. А так хочется их уже показать, высказать. Это не говорит о том, что вы не умеете радоваться, да, или не говорит о том, что вам не свойственны ощущения счастья. Но счастье — это больше процесс, нежели момент достижения цели. А на процесс всегда нужна энергия. А вы в каком-то таком, знаете, постоянно в энергосберегающем режиме. Потому что есть ощущение, что вы ее дофига в свое время потратили, и вам теперь ее больше никто никогда не даст, да, этой энергии. Да, вы больше, конечно, уходите в туман, понимаете, в воду, еще что-то. Тут совсем чуть нет огня. Ну, может, у вас тоже такой период. Вот что, мне понравился расклад. Мне показался он очень информативным и полезным. Он у нас с вами прошел на абсолютно ровных энергиях, комфортный. Если вы еще инсайты какие-то про себя получили, я буду рада видеть вас в комментариях. Ну, как-то после вас мне хочется, знаете, так умиротворенно немножечко помолчать, потому что все понятно, все комфортно, без каких-то резких потрясений. Опять же, очень-таки интересные энергии. Если с ними поработать, то просто все уже можно привести в норму, безусловно. То есть пациент скорее жив, чем мертв. Поэтому дай вам Бог здоровья, уже хорошего. Ну и жену, соответственно, жду вас в комментариях единички. Так, двоечки, я вас приветствую. Поменяла вам цвет на зеленый, цвет настроения зеленый. Ну что, давайте посмотрим, какая сейчас энергия преобладает у вас. Виканский оракул нам не соврет, покажет вам просто вот одной картой. Оп, и вы все про себя увидите. Вы увидите, я вам расскажу. Итак, что у нас сейчас с вами происходит? Ух ты, смотрите, двоечки. Двоечка, у вас какая-то отложенная реализация. Здесь нам говорят о том, что то, что сейчас с тобой происходит, оно тебе не подвластно. Видимо, может быть, идут какие-то кармические уроки или еще какая-то такая история, когда мы вынуждены быть больше наблюдателями процесса, чем участниками. Такое, знаете, не лучшее время для действий. Хорошо. И если у вас сейчас не лучшее время для действий, значит, у вас лучшее время для самосозерцания, понимания процессов, для того, чтобы в себе разобраться, может быть, помощь там свыше принять или оказать кому-то помощь. Такое, знаете, время для себя. Для меня еще эта карта, знаете, как время внутреннего одиночества, время внутреннего психоанализа. Каждый мастер по-своему трактует. Я из своего опыта работы именно с этой картой могу сказать, что такие энергии идут. Ладно, давайте мы посмотрим те качества характера, которые мешают вам быть счастливыми. Сейчас вытащу вторую карту, это мне смешно. Понятно. А что всем бросаемся на помощь? Я знаю, сначала, когда вытащила эту карту, там спела про себя песенку «Джунгли зовут». Это о том человеке, который бросается на помощь. Спасатели вперед. Да, это будет такая в рубашке, в цветочек, да, как бурундучок. Вот такой спасатель. Спасатель. И при этом, опять же, человек, который знает, что хочет, но здесь переплодает прям, знаете, такие мужские энергии, полководческие. И наша любименькая, здесь под треуголкой, конечно же, спрятана корона, да. Пришел, увидел, победил. Ну и на помощь бросайтесь. Поэтому еще люди будут к вам притягиваться, которых нужно спасать. Вот, которые будут прям, знаете, как на позывные огни, на вашу воинственную, на вашу там четко направленную энергию приходить. Ух ты, энергия императора, это здорово, конечно. Но сложно, особенно если вы женщина. Ну, если вы мужчина, попроще. Но так хочу сказать, если вы мужчина, рядом с вами будет очень много женщин, которые будут давить на жалость, и, соответственно, вас использовать в своих целях. При этом вы будете считываться как очень обеспеченный мужчина. Ну, почему? Потому что много энергии. В этой позиции очень много энергии изначально, если ее, конечно, не разбазаривать. Что еще мешает вашему счастью? Разбазаривание. Вот как раз про разбазаривание. Смотрите, здесь опять же, да, как пантера перед прыжком, да, как это сказать? Когда спина напряжена и сжата, понимаете, как пружина, да, вот перед прыжком, когда хищник такой, да, или когда кошка такая, да, там попу отклячивает, ты понимаешь, что вот она сейчас прыгнет. Вот. И здесь, понимаете, ровно такая же история, что вот вы так как бы, вот все, чемоданное настроение, знаете, какой-то момент готовности, и вот вроде как уже прыгать надо, а вы, оп, знаете, и перегорели. Или, допустим, там в прыжке, оп, знаете, обиделась и, соответственно, упала, да, на все четыре лапки. И лежу. Вот. И здесь вот ровно такая история, что вроде как импульс есть на действие, а потом, оп, понимаете, и затихание пошло. Достаточно быстро, понимаете, в вашей жизни разворачиваются процессы, да, такая, ну, очень много событий. Очень много событий, и здесь вы очень сильно там вкладываетесь, очень быстро еще перегораете. Почему? Потому что есть ощущение, что у вас закрытые дороги, правда, да? Жажда деятельности же, такая прям энергия кипучая. И все идет на спад. Наполеоновские планы, понимаете, а энергии на реализации этой истории нет. Так, хорошо, что еще мешает вашему счастью? Юстиция, справедливость, семья? Ну, не всегда семья. Ну, у кого-то, кстати, да, проиграется, я обещала не говорить ничего про мужчин, но у кого-то прям реально проиграется, что вы можете встретить свое женское счастье не в законных отношениях. Или, допустим, романы на работе, тоже вся ваша история. Что еще мешает женскому счастью? Вы-то, в принципе, притягиваете к себе людей, но все не таких. И вот, знаете, как вы собрали большую аудиторию вокруг себя, да, в кавказский рынок, и все это бурлят, что-то еще вроде как. И в какой-то момент просто вы не хотите с ними взаимодействовать. Ну, вам либо скучно, либо там вы устали от них, либо еще там что-то. И вы уходите. Уходите, знаете, понаблюдать за ситуацией со стороны. И как-то, понимаете, ушли, и без вас вообще все разладилось, потому что все равно нужен был вот этот вот лидер, который всех зажигал, да, а потом, соответственно, этот лидер перегорел. И, конечно, что начинаются вот эти процессы разрушения то коллектива, то проекта, то ли еще что-то, понимаете, вот с этим связано. А это вы сами, значит, убиваете, да, сами убиваете свое детище, там, свою любовь, там, свою энергию, сами, понимаете, сами сливаете, сами убиваете. Считайте, что так справедливо, да, так надо. Почему? Потому что начинаете себя накручивать. Ну, вы, конечно, очень интересный человек, у вас гаденький характер. Сейчас объясню, почему без обид. Ну, во-первых, вы считаете, что лучше, чем вы, никто ничего не сделает. И вам очень важно, чтобы ценили ваши заслуги. И если ваши заслуги не ценят, вы все начинаете убивать, понимаете? Да, всем кажется, что... Ну, вам кажется, да, что все прохлаждаетесь, а вы молодец. И вам вот очень важно вот это признание, да, вы, если этого признания не получаете, что вы молодец, если вас там не хвалят, или еще что-то вам становится неинтересно. Становится неинтересно. Чек настроения, да? Такое переменчивое настроение. Ну, понятно, что загораемся, перегораем, это я уже сказала бы. Вы можете, кстати, остановить отношения достаточно хладнокровно, если вы поймете, что вы в них больше вкладываете, чем мужчина, вы не будете долго это тянуть на себе. Почему вам вся эта история счастья не приносит? Потому что это ваша ролевая все-таки позиция, да, это та социальная маска, которую мы играем перед обществом, а вы прям играете маску очень такого энергичного человека, которому, знаете, то ли отдыхать не надо, да, то ли трудоголик, там, всем спешит на помощь, а на самом деле-то нет, тут вот такая очень тонкая душевная организация. Но вы тут мне хотите сказать, что ну а чё толку, да, тонкая душевная организация, а люди потом грязными сапогами, и я, говорит, с ними точно так же, как они со мной, да. То есть здесь по второму варианту, что мешает счастью, вы же сами закрыли свои эмоции, свои вот какие-то такие чувственные эмоции, мягкие эмоции. Сами закрыли, ну потому что вы говорите, ну а чё это любовь, да, какой вообще толк, вот вы её рубите. Какой вообще толк от этой истории всей? Я, значит, закрываю эту лавочку. Или, допустим, какой толк от этого проекта, который просто вот эмоциональный, такой энергозатратный, я тоже эту лавочку закрываю, да, то есть такой интересный человек. Вот почему с вами плохо работать, потому что реально, если у вас там все доступы и пароли, вы можете психануть и снести работу, не посчитавшись с теми, кто рядом с вами находится. Потому что это ваше импульсное решение. Или это может доходить до шантажа, да, что я уйду там, допустим, из проекта или что-то ещё там, и вы пожалеете все, да. Постоянно какое-то обострённое чувство справедливости у вас ещё. И это чувство справедливости ещё, знаете, про что? Про то, что других людей там в вашем коллективе любят больше, чем вас, да, премьируют больше, чем вас. Ну, в таком плане. Да, вы считаете, что это несправедливо нифига. Прочи вправе. Да, вам просто ещё говорят, что у вас странные представления о справедливости. Ладно, давайте смотреть, что вам помогает. Что вам помогает быть счастливыми, да? Какие ваши черты характера помогают быть счастливыми? Ну, ваш оптимизм, да? Да, вы тут никогда не сидите на месте. Вы, может, конечно, обиделись, там губы надули, вот, но при этом сказать, что вы будете в спячку, там, ходить, замирать, нет, конечно. И здесь ещё очень такой важный момент, как готовность к трансформациям, да, готовность всё-таки менять что-то постоянно, то есть быть вот на движениях каких-то, да? Ну, вот как подростки говорят, постоянно вот какая-то такая движуха нужна, да? Постоянно что-то быть там в центре внимания, то ещё что-то. То есть первый вариант у меня больше, конечно, как серые кардиналы проигрываются. Вот здесь человек, который тынц, тынц, тынц такой, да? Постоянно. Вы знаете, здесь хороший ученик. И это на самом деле вашему счастью помогает, потому что, смотрите, у нас карта смерти, да, и получается 20-й арканта, ну, карта кармы я ещё называю. Вот. Страшный суд. Есть ощущение, знаете, что как будто сильные потрясения, знаете, вас обходят стороной, как будто вас берегут. Хотя мощные трансформации в вашей жизни, знаете, они не единичные, то есть их будет несколько, ну, это нужно смотреть по натальной карте, достаточно мощные, когда просто вы себе будете заново пересобирать. У вас такая жизнь, знаете, взлёты и падения. Видимо, поэтому как-то вы философски ко всему относитесь. Вы привыкли выживать, понимаете? Вот по второму варианту реально выживать. Поэтому вы такая, ну, деятельный человек, потому что понимаете, да, что если место под солнцем ты ходишь, нужно шевелиться. Опять же, вот этого много очень наносного, я бы хотела сказать, не вашего, да, той личности, которой вот вы хотели бы быть, но может не являетесь. Но есть определённый образ, вы его выстроили, не живёте в этой концепции. Но вы истину истинного в себя людям не показываете. Это, кстати, к вопросу по поводу того, почему, например, вас коллектив там не воспринимает, да, как бы вы хотели. Да вас не понимают просто. Тут несколько даже заигрались. Это тоже не про счастье. Помните в одном из раскладов, я, правда, не помню, на каком канале у меня всё смешалось в доме обломовых, но это были точно двойки. Я говорила о том, что вы не дружите без выгоды. И здесь показывает, что это хорошо, да, что если для вас самоотношения, человек или ещё что-то энергозатратное, там не нужны, там ничего не приносят, ну по четвёрке там кубков, вот, вы готовы достаточно быстро это всё останавливать. И опять же, у вас будет большое количество кармических людей в вашей жизни. Людей, которые принесут вам трансформации, да, и людей, которых вы трансформируете. При этом вы трансформируете мягче. Вы приходите к людям для чего? Почему это ещё как-то помогает вашему счастью? Потому что вам потом за это вселенная, видимо, бонусы какие-то выписывает. А изначально, может быть, люди к вам несколько враждебно настроены, но пообщавшись с вами, да, они там меняют своё мнение о вас. Какие у вас кармические уроки достаточно серьёзные в этой жизни на доверие, на доверие, понимаете? Люди всегда будут говорить за вашей спиной. Вы будете очень часто в людях разочаровываться, это 100% будет. Ну, тут надо понять, что, видимо, вам миссию такую дали, очень яркую. Угу. Несколько кармических партнёров будет, точно. Ну, ладно, ладно. Продолжение следует... Слушайте, не хочу про отношения, ладно, давайте тогда в общем контексте. Но тут больше, конечно, про мужчин идет, да, то, что вы просто им там как-то после общения с вами у них крылья расправляются. Но это, в принципе, можно сказать еще и про, ну, просто людей, которые в вашей жизни, да. Самое главное, чтобы эти люди были вам симпатичны. И тщательно, пожалуйста, выбирайте партнеров, тщательно выбирайте окружение. Хотя ваша самоуверенность говорит о том, что вы найдете общий язык вообще с любым человеком, с кем вы захотите. Тщательно выбирайте, потому что, с одной стороны, можете разменяться, это тоже вам счастья не принесет никакого, да. С другой стороны, это говорит о том, что вы можете быть очень классным руководителем, вот, потому что вы можете как раз растить из своих солдат-генералов, да. Понимаете, о чем говорю? И, скорее всего, мужчины вам тоже такого дадут, которого вы можете дорастить до себя. Ну, то есть кармические партнеры приходят, которые слабее, чем вы, с целью того, чтобы дорастить. И как только вы их дорастите, или вы там понимаете, в каком направлении им двигаться, как-то расстаетесь вы с ними. Но самое интересное, что это именно про ваше счастье. Тут, видимо, надо понимать, что люди не на всю жизнь, да, и достаточно философски относиться. Что они приходят вам в чем-то помочь, сделать вас более счастливым человеком. Вот, и, соответственно, вы тоже для этой же цели. Что еще помогает вашему счастью? Опять же, вот, помогает не зацикливаться, да, не привязываться, не зацикливаться, не залипать. Были у меня предыдущие позиции в первом раскладе, но там немножко другая картина. Ну, в общем, смысл заключается в том, что если вы долго залипаете в зависимые отношения, там, какие-то, да, то, что было в прошлом, не нужно это делать, потому что тем самым вы не живете здесь и сейчас. Видимо, вам эта ситуация как-то знакома, залипание, поэтому вам говорят о том, что помогает вашему счастью не залипать. Какие черты характера. Какие еще черты характера позволяют вам, да, быть счастливой? Ну, опять же, женщины, девочки мои, женщины, да, мои дорогие, вы четко понимаете, что если вас не выбирают, то зачем же мне все эти треугольники, понимаете? Вам здесь просто говорят о том, что вы четко делаете выбор, и это классно. То есть вы это можете делать, не затягивать, не доводить до перитонита достаточно быстро. Вы можете ситуацию прояснять, и это тоже как бы плюс вашему счастью, что, ну, если нет никаких внешних сложностей, вы достаточно быстро отпускаете, идете дальше. Ну, в чем еще плюс вашего счастья, да? Тут вот показывает, что нужно держать баланс, да, и с одной стороны это нормально, что мы ищем выгодных людей там для себя, да, но самое главное не превращать общение с людьми в кастинг и коммерцию, да, и выгодный нетворкинг, понимаете, о чем говорю? Просто тогда рядом родственных душ не останется, понимаете, если будут рядом только выгодные люди. Ну, опять же, по двойкам я не вижу, чтобы вы классическую модель семьи хотели или могли построить, потому что что-то у вас, или творчества много, ну, вас, знаете, как реализация отложена, как на потом, да, не сразу оно все происходит, а несколько выборов пути, да, поэтому с одной стороны двойственность может быть, да и двойственность натуры-то, по сути, нам это показывают, но есть ощущение, что вы прям контролируете, понимаете, процессы. С кем-то вы действительно можете быть, там, поплакать и родственной душой, понимаете, а для кого-то вы прям Наполеон в юбке. Да, и самое главное, что вы эти субличности свои контролируете. Вообще в балансе, смотрите, мне прям показывают семерку Пентапли. Вообще есть как бы ощущение, да, что вы себя неплохо чувствуете. Хорошо, что там нужно еще вам для счастья? Что помогает вам, да, то есть мы посмотрели, что мешает быть, это двойственность натуры вашей. Там дальше можно переслушать, что еще помогает. А что помогает вашему счастью? Вы же на самом деле это отзывчивый человек, будем честны, да. И поскольку есть баланс, то, может быть, раньше вы страдали от того, что люди не приходили вам на помощь. Но сейчас все-таки есть момент и элемент благодарности, когда люди реально вам приходят на помощь. То есть ваши просьбы услышаны, а вам есть у кого занять денег, ну, все, что-то пошло. Вам есть с кем ходить в кино. Если нет, ну, это потому что ваше внутреннее ограничение. Но это не говорит о том, что там люди рядом с вами какие-то злые. Нет у вас, кстати, нормальное окружение по двойкам. Что помогает вашему счастью, да. Вам друзья нужны еще, да, вам какой-то такой коннект нужен. И вам еще помогает собственным счастьем эгоизм. Ну, не знаю, перевернутая звезда для меня на самом деле позиция, в которой очень много эгоизма. И в этом ключе мне почему еще нравятся эти позиции, почему это про ваше счастье. Потому что это, конечно, про вашу звездность, но на ограниченное количество людей. То есть вы можете быть душой компании, да, но не душой там аудитории в 250 тысяч человек, условно говоря. То есть вы так для своих. Да, любите такие душевные компании все-таки, не какие-то коллективы огромные. Что еще помогает вашему счастью, ваша готовность меняться, подстраиваться под обстоятельства определенные. То есть вы достаточно быстро, достаточно качественно проводите работы над ошибками, понимаете, и это позволяет вам двигаться вперед. Вы как будто вы не задерживаетесь, да, что-то вас там не устраивает, вы дальше, 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 да, вот вы постоянно двигаетесь куда-то. Это тоже про ваше счастье. Я не удивлюсь, если, допустим, ваше счастье, оно находится там за пределами Российской Федерации, да. Но я к тому, что нигде родился, там пригодился, а вот какой-то постоянный движ должен быть, и вам движение дает ощущение счастья. У вас на это идет карта силы, на движение. Может ваше счастье еще в экстремальных видах спорта, например, да, или, я не знаю, там на большой скорости там мучаться по ночной трассе, там слушать любимую музыку и ни о чем не думать, ну, кроме как о дороге, да. Вот такой интересный момент, потому что счастье на колеса, счастье в каком-то движении. Счастье и люди, вот люди, чтобы вас окружали. Видимо, вы от них подпитываетесь. Ваше, как сказать, что мешает вашему счастью, рутина все-таки, да. Поэтому выбирайте для себя профессии, в которых не будет рутины, да. Выбирайте окружение, не скучных людей, они есть вообще в вашей жизни, безусловно. Вы в этом плане счастливчик, и есть ощущение, что вы прям формируете, знаете, под себя такую лояльную аудиторию, среди друзей тоже в том числе. Двоечка, вот такая интересная позиция была про ваше счастье. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как оно у вас проигрывается. Мне очень интересно. Троечка, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра... Сейчас положу в камешку сегодня. Тема сегодняшнего просмотра. А что мне нужно, да, узнать про моё счастье? Что мешает моему счастью? Ну, в общем, в таком ключе мы с вами говорим. И для начала давайте посмотрим, какой тип энергии у нас сейчас преобладает, да, в каком энергетическом состоянии находимся. Я продиагностирую вашу ситуацию буквально по одной карте. Из колоды Виканского оракула. Теней. Виканский оракул теней. Так называется. Зелёная колода. Так, давайте смотреть, что с вами происходит. Ну, кстати, если кому интересно, пересмотрите единичку. Ну, вдруг вы там что-то для себя найдёте, потому что тоже вам показывает, что вы учитесь приспосабливаться. Да, это карта гибкости. Это такой, знаете, показатель, когда вы, знаете, как не идёте в сопротивление с этим миром, а вы учитесь жить по его законам. Ну, вот в таком ключе, да, что у вас будут ощущения бунта у вас точно нет. Вот вы тут, видимо, пытаетесь как-то подстроиться. Ну, ещё смотреть под себя, это вы подстраиваетесь или под окружающих. Ну, как-то на самом деле неплохая эмоции, гибкости. Вода у вас сейчас преобладает в данный момент. Давайте мы посмотрим, какие черты характера ваши, да, мешают вашему счастью. Что мешает вашему счастью? Работая на Николете Чиколе, на зайчиках, девочках, пингвинчиках и прочем, да, что мешает. Вот, кстати, бунт мешает. Вот эта вот история по перевёрнутому аэрофонту как раз говорит о том, что, видимо, вы долгое время бунтовали, вот, и шли через сопротивление, да. Это когда там пытались кому-то понравиться, например, и при этом говорили о том, что да нет, я никогда никому не пытаюсь понравиться, да, я там гну свою линию. И с одной этой стороны гнули свою линию, но делали это очень громко. Прям вот вы показывали, да, ой, я такой бунтарь вообще. Мамин, да, бродяга, папин симпатяга. Ну, мамина, мамина бродяга, папин симпатяга, если девочка смотрит. Вот, и при этом это было как-то показушно, это была совсем не трушная история. Вот, ну, как бы, девочки, по-моему, уже не поймут, да, о чём говорю. Когда это опять же такая некая социальная маска бунтаря, да, это не про ваше счастье точно. Какие ещё черты характера, да, мешают вашему счастью? Ну, вот, похоже, да, всё-таки карта, потому что, что это у нас идёт? Паш Пентакли в перевёрнутой позиции, это какой-то, знаете, импульсивность, это неблагоразумие, это вспыльчивость, это когда мы, знаете, как, опять же, комплекс, наверное, хороших девочек и мальчиков, да, когда нам долгое время учат, как надо, вот, внушают свою картину мира, да, а мы вырастаем бунтарями, и пытаемся проложить свою дорогу, это никоим образом неплохо, если только оно не идёт только чисто как сопротивление, понимаете, правилам там и так далее, да, то есть бунт ради бунта, потому что это всё энергозатратное, оно вам, честно говоря, нафиг не надо, вот, ну, просто вы, как бы, вы привыкли жить сопротивляясь, в сопротивлении, да, против течения, когда против течения всегда энергозатратно. Ну, видимо, вы стали это понимать, да, что вы больше не любите гладить людей против шерсти и вызывать такие, знаете, смешанные чувства вообще, что там хочется вас укусить в ответ, да, вы больше не бьёте статическим электричеством. Что ещё мешает вашему счастью? А непонимание, что такое моё счастье? Потому что полумния, это, знаете, как сбитые ориентиры, сбитые прицелы. Это когда, как не стреляют, всё равно в молоко. Понимаете, о чём я говорю? Когда сами не знаем, что хотим. И вот в этом ключе гибкость, не очень хорошая карта, потому что он говорит, что мы тупо плывём по течению. И у вас, опять же, нет баланса, да, 50 на 50, а то мы правила нарушаем, то есть все плывут по течению, мы против, соответственно. А с другой стороны, мы просто, знаете, живём этим бунтом внутренним, просто, знаете, делать назло, там делать что-то такое, как быть первооткрывателем. А ты истинно этой цели не видишь. То есть это всё делается не ради вашего счастья. То есть если вы считаете, что бунтовать это, понимаете, наше всё, как это сказать, быть панком таким по жизни, то нет. Это так, обман всё-таки личности. Смотрите, вам ещё говорят о том, что вы прям идёте против судьбы. Ну, здесь 20-й Аркан, да, в таком ключе, что вы прям идёте против судьбы. Отчёток у нас почему? Что ещё, кстати, мешает вашему счастью? Вам крайне сложно расставаться с тем, что уже не имеет для вас ценности. Будь то отношения, там, люди и так далее. То есть, с одной стороны, вы бунтуете это весьма умело, но чуть что-то, вот если вам нужно принимать какие-то важные решения, вы сразу проваливаетесь в луну, понимаете? Да, это, конечно, не про ваше счастье. Может быть, вам действительно для вашего счастья нужно обнуление, да, там какая-то лёгкость, беззаботность, бесшабашность, а у вас этого нет. И вас, кстати, люди почему-то воспринимают инфантильной личностью, и вас это очень сильно обижает, потому что есть ощущение, что вы нифига не инфантильный. А это просто, знаете, какие-то инициации детские у вас не произошли правильным образом. Ну, вы как капризный ребёнок. Капризный ребёнок. Капризный ребёнок, знаете, почему? Потому что вы очень рано повзрослели, а люди этого не понимают, да, они просто психуют, что вот там, типа, что ты ведёшь там себя как маленькая девочка. А у вас было это детство по-хорошему, да, и кому вы будете об этом рассказывать? Люди? Сомневаюсь. Психологу? Так вы сильная личность, вы уже справились с этой историей всей. А вас постоянно дёргивают, да, что-то там как маленькое, что-то это вы хотели бы быть этой маленькой девочкой. А вам даже некому просто на руку прыгнуть и быть этой маленькой девочкой. Чуть что, понимаете, все вот носом прям тыкают в то, что вам должны повзрослеть давно. А вам любви не хватает. Вам, для счастья, не хватает выражения эмоций, но при этом, чтобы эти эмоции были взаимны, конечно. Потому что, ну, внутри себя вы как бы глубоко одиноки. У вас, в принципе, может всё быть в этой жизни, там, хорошая финансовая реализация, опора, а чё-то с любовью-то не заладилось, да? А вы её так хотите, прям хотите-хотите. Мне, говорит, надо, чтобы меня любили. Может быть, кому-то дома не хватает собственного для счастья. Просто всё-таки 21-й аркан. Семья. Семьи не хватает. И это не даёт раскрытия реализации. Может быть, женская, да? Может быть, ещё что-то. То есть, вроде как, всё хорошо, а чё-то не хватает-то. А не хватает-то как раз этих эмоций. Потому что хочется не урывать эти эмоции в непонятных зависимых отношениях, да? Хочется, чтобы эти эмоции там были с тобой, да? Постоянно. А чё, чтоб всё сложно-то? Чё, чтоб всё сложно-то в этих отношениях, в этих любовях непонятных, да? С людьми чё, чтоб сложно-то? И вы об этом много думаете. А сложно-то как раз именно по той причине, что мы же всё-таки идём в сопротивление, да? А идём в сопротивление почему? Потому что здесь какая-то, знаете, такая неравная борьба. Хочется, чтобы любили, а любят хороших. Вот. А я нехорошая, потому что я очень давно хороший человек. И чё я от этого получаю? Любовь? Да нет, мне только все используют. Я хочу быть плохой. Вот они бунты. Да? Я хочу против правил. Я хочу жить своей жизнью. Ну, какой-то, знаете, такой когнитивный диссонанс. И вот это вот всё пока не понимаете, вам мешает. Мешает ваша двойственность натуры. Может быть, кто-то близнецы. Может быть, вы напридумывали себе там альтер-эго, да? Ещё какая-то история. Почему карта силы у вас мешает счастью вашему? Потому что вы очень сильно сдерживаете эмоции, вы очень сильный контролёр. Ну, эмоции, там, действия, да, какие-то. Может быть, даже свою собственную сексуальность сдерживаете, да? Потому что понимаете, что она вам проблем одни приносит. Ладно, давайте смотреть, что вашему счастью поможет. Что поможет вашему счастью? Какие ваши качества помогают вашему счастью? Кстати, вы же счастливы, когда вы влюблены, скорее всего, взаимно, да? И вы уже просто хотите встретить человека, который вас выберет уж наконец-то. Так самое интересное, что те люди, которые вас выбирают, вам неинтересны. Вам неинтересны. Хочется взаимной любви, да? И вот тогда прям будет счастье. Привалит. Здесь вы готовы, здесь вы готовы, знаете, взять человека, у которого есть потенциал для отношений, да, и дорастить его под себя. При этом, да, вы как-то благоприятно влияете на людей. Что вам нужно еще для счастья? Вы кайфуете, когда вы вдохновляете. При этом, знаете, как, может быть, человеком просто поговорили, а у него оп-оп-оп-оп, все пазлы сложились, и все, вот он. Теперь тот, кто он есть. Знаете, у меня была история в жизни, это был единственный разговор с девушкой, я даже не помню, о чем мы там с ним говорили, ну, на психологические темы, что они там, депрессия, апатия, и потом я с ним вообще не встречалась никого. Мы поговорили и разошлись. Где-то в социальных сетях случайно языками зацепились, и через несколько лет, то есть она мне там тыгнула, вот. Потом оказалось, что вот тот разговор абсолютно случайный, и он, в общем, подвел к тому, что она выучилась на Коуче, там выпустила книгу свою, сказала, что там разговоры, жизнь, да, перевернул ей. Так я к чему говорю? Вот вы действительно, у вас есть такие энергии менять жизни людей, и в лучшую сторону, да, то есть вы им истину открываете, при этом у вас очень такие классные, ресурсные энергии, но опять же, вы четвертый аркан императора, это либо подать рождение, с одной стороны, мужские, конечно, энергии, да, и вы можете соревноваться, кстати, с мужчинами, ну, в чем-то, не знаю, там, вы интеллектом, наверное, потому что больше нечем мириться, вот. А здесь говорят, что вам реально для счастья нужен какой-то дзен, понимаете, внутренний кайф, прекратите кого-то там воспитывать, кого-то строить, понимаете, а вы тут любите строить людей, и вам как-то для счастья-то надо, чтобы мужчина-то сильный был все-таки, потому что вы больше с сильными энергиями, они встречаются, вам это сильное плечо, вам все на себе приходится тащить. Вы уже, вы готовы уже, понимаете, даже на слабого мужчину, ну, именно в том ключе, что, смотрите, вам счастье ваше составит не закрытый человек, не планировщик, да, там цели, задачи, и постановщик, амбиции и прочее, да, потому что ваш, у вас этого вообще, как всего хоть отбавляй, а вам, наоборот, нужен человек какой-то, знаете, более мягкий, все-таки кубковый, но это же не обязательно, что они там пьют как не у себя, да, алкоголик, кто-то мне в комментариях тоже писал, что почему, говорит, вы карту пьянства расцениваете как пьянство, неужели она по-другому никак не трактуется? Ну, не знаю, трактуете мне карту пьянства по-другому, если вам писать пьянство, ну, ну, наверное, не трактуется никак по-другому. Так и здесь, понимаете, если мы говорим про кубковый, это, конечно, про эмоции, про эмоции, про творчество, вот такой вам человек нужен, понимаете, тот, который, как вам покажут, прекрасный, а вы их всех считаете, такие, знаете, вы с творческими-то вообще даже не дружите, потому что, как вам сказать, видимо, у вас теневая часть творчества, да, вот это все творческость, вот, и вы прям, вас бесят творческие личности, вы мужчин таких не подпускаете, понимаете, и рядом с собой не держите, а на самом деле творческая, это личность, ваша часть это составит, а вы прямо хотите сказать, ну, что творческие, а деньги кто будет зарабатывать, да, в таком аспекте, потому что вы привыкли на себе это щит-то все, может, и хотели бы вы творческого, но так, чтобы совмещал, да, два в одном, кстати, ваш это счастье, когда вы проявляете больше кубковой энергии, нежели жезловые, вам так спокойнее, вам так кайфовее, да, а вы как будто не можете, у вас этот 15 аркан, который, ну, понимаете, через сопротивление, делаете все через этот внутренний бунт, конечно, для внутреннего бунта нужна энергия, понимаете, а вам здесь просто говорят о том, что для счастья это нужно трансформации определенные, трансформации, они у вас в любом случае будут связаны с принятием решений, с отношениями, с карьерой, вот, потому что ваша трансформация, ваше счастье как раз заключается в том, чтобы импульсивно не действовать, вы из-за своих импульсивных действий на самом деле многое в жизни это вообще теряли, а у вас такая двойственная, двойственная натура, понимаете, да, то есть как бы 50 на 50, с одной стороны 15 аркан, да, с другой стороны, не знаю, кто там у нас в роли ангела выступает, то есть такой, знаете, между ангелом и бесом, такая двойственность, хотя вам очень сильно хочется отношений, но вы не понимаете, на самом деле, какой человек вам нужен, хорошо, что еще, какие качества вам нужны для счастья, самосозерцание, самопогружение, да, и когда, например, люди говорят о том, что что-то вообще в себе там бесконечно копаешься, вот, а они не понимают, что для вас это кайф, такое погружение, да, в себя, такое залипание в себя, вот, пересмотрите, что там, первый вариант, по-моему, про залипание был, что вам еще нужно для счастья, меньше раздумывать, конечно, больше действовать, потому что вы крайне медленно ползете к собственному счастью, потому что вы слишком что-то залипаете, понимаете, вы слишком анализируете, вы слишком уходите в состояние этого отшельника, при этом вы считаете, что вы отрабатываете какие-то кармические уроки, да, что вы, допустим, все отработаете, как примерный учениц, получите пятерку, и дальше, прям, знаете, мир начнет вам всем ништячки, понимаете, сверху рассыпать, какие-то подарки, там, какие-то бонусы, что нужно еще для собственного счастья, прекратите манипулировать, прекратите манипулировать окружающими тройки, иначе будут манипулировать вами, понимаете, вы будете считывать манипуляцию, у вас вечно будет вот эта агрессия, сопротивление, дядьки вам будут тоже попадаться все манипуляторы, понимаете, женщины тоже там в глаза будут что-то говорить, а за глаза, да, там, плеваться вас, да, то есть мы с вами же на самом деле формируем такую ситуацию, вот что вам, как сказать, не хватает для счастья, у вас вот это ощущение какой-то военной готовности, кругом враги, да, кругом война, друг говорит, война, я уставший, вы постоянно бдите, в тонусе находитесь, что еще вам нужно для счастья, не зацикливаться на прошлых неудачах, вы прям, знаете, их осмакуете, перевариваете, вот вы, знаете, как внутри, месть блюда, которые едят холодным, вот вы часто думаете о том, что бы вы сказали бывшим там своим, да, как бы вы отомстили подружкам, в таком ключе, это тоже, конечно, решает вас определенной энергии, то есть не надо тут вообще зацикливаться тоже на этом, что-то всех, всем отомстить, всех наказать, прям залипаете, залипаете, и опять же, знаете, очень много сопротивления именно по той истории, что как будто вы сами себе это счастье запрещаете, давайте, последние пять карт, что вас делает счастливым человеком, а не прячьте свою привлекательность, не прячьте свою сексуальность, да, здесь, ну, как сказать, не бойтесь того, что, допустим, мужчина проявляет к вам симпатию, но при этом не видит вас прям женщиной для жизни, потому что у вас прям какое-то сопротивление на это все, да, просто дайте ему возможность быть собой, да, потому что на самом деле в вашей жизни остро не хватает приключений, не хватает приключений, у вас какой-то такой, знаете, замкнутый круг все-таки, вы собираетесь действовать, но это имитация бурной деятельности, да, вы ни что-то в себе не меняете, не меняете, и это не дает вам выхода в ощущение зрелости, понимаете, в ощущение самодостаточности, что-то не хватает вам чуть-чуть, поэтому как-то нужно отпустить все-таки тормоза, вот, потому что никаких жестких преград для вашего счастья я не вижу, нам здесь показывают карту баланса, подводят пентаклей, не вот этот баланс, понимаете, вам необходим, потому что, знаете, у вас вот черное-белое, там, допустим, пьяный, трезвый, серый, что у нас там еще, ну, короче, у вас нет полутонов, понимаете, поэтому вам показывают этот момент гибкости, и обратите, пожалуйста, на него внимание, вы слишком категоричны все-таки, да, категорично, вот, если любовь не вписывается в вашу картину мира, значит, вы считаете, что вас не любят, а вас любят, но то как-то по-другому, и вот такой момент, наверное, это последнее все, что я хотела вам сказать по тройкам, обратите внимание, да, на эту позицию, и если вы переслушаете расклад и найдете для себя инсайты, ну, это прекрасно, я буду рада, пишите в комментариях, насколько проигрывается позиция, которую вы для себя выбрали, с вами была я, ваша нейроведьма. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,